Уважаемые жители Буландынского района и города Макис. Я Мухаммед Шанадамд Кемрашна, главный государственный санитарный врач Буландынского района. Сегодня, как обычно, информация о санэпидситуации в нашем районе. В первую очередь хочу сказать, что у нас идет еще процесс вакцинации и реакцинации среди населения. За неделю у нас добавилось 26 человек, которые получили вакцины. Также и ревакцинировались. На сегодня у нас в поликлинике медицинской организации имеется достаточно вакцин для проведения первого-второго компонента вакцинации и ревакцинации. Также у нас имеется вакцина Pfizer, которая рекомендуема детям с 12 до 18 лет, беременным женщинам, кормящим женщинам. А также вакцинироваться и ревакцинироваться могут люди старше 50 лет. Также люди, которые хотят выехать за рубеж, учиться или же по медицинским показаниям. Поэтому желающим, сразу говорю, у нас в наличии все имеется. Имеется приличный кабинет оборудованный. Все требования соблюдаются по проведению приличной работы. Сегодня эпид-ситуация по нашему району остается стабильной. За истекший период текущего года групповых заболеваний сальмонолезной инфекцией, инфекцией нозокаминального характера в организованных коллективах и в лечебно-правлических учреждениях не регистрировались. В районе не зарегистрированы случаи брюшного тифа, карантинных инфекций, бруцеллеза, вакциноуправляемых инфекций, не регистрировались также и острые кишечные инфекции. Ведется контроль над водными объектами. В течение четырех месяцев проводились мониторинги водоисточников. Как таковы по микробиологическим показателям положительные результаты не отмечены. Настораживает, однако, ситуация с укусами клещей. Всего обратилось за медицинской помощью за последнее время 7 случаев. Из них 7 векшельдерского района люди были. Мы обратились за медицинской помощью в наши медицинские учреждения. Один пострадавший был госпитализирован в инфекционное отделение Зелендинского района больницы. Именно заболевших за период 2021 года и обратившихся за 2021 год за прошлый год от укусов клещей за медицинской помощью не было. А в этом году как никогда увеличилось это количество людей. Зачастую люди обращаются позже четырех дней. Если человек почувствовал, что все признаки укуса клеща или же клещ находится на теле, то, конечно, надо обратиться за медицинской помощью и не тянуть время, а сразу же, как говорится, получать по назначению врача на лечение. Хочу сказать, что какие симптомы необходимо знать каждому, чтобы в случае их обнаружения клещей, укусов, обратиться к врачу и вовремя начать лечение. Признаки после укуса клеща похожи на признаки обычного ОРВИ. У заболевших поднимается температура, ощущается боль в мышцах, слабость. Все это может свидетельствовать о заболевании энцефалитом. Клещевой энцефалит, так называемый. При заболевании лайм-боррелезом место укуса краснеет, а само заболевание может не проявляться до полугода. Вот понимаете, как это безобидный укус может, как говорится, дать такое продолжение, будем говорить так, да? При заболевании повышается температура. Если лечение не начало вовремя, поражается нервная система, покраснение, нервная система, сердце и почки. Так что если на месте укуса клеща вы обнаружили покраснение, обязательно поспешите обратиться к врачу. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов победить болезнь, не заразиться, получить вовремя своевременное лечение. Сегодня начинается весеннее-летнее время и погода стоит тоже, будем говорить, такая летняя. Скоро начнется отпускное время, каникулярное время и будет большая эмиграция. В связи с этим будут поездки, будут поездки в лагеря, будут поездки по отпуску в жаркие страны. Поэтому я бы хотела, чтобы родители всегда смотрели за гигиеной рук, за общей гигиеной детей наших. Чаще мыть руки, прослеживать, чтобы овощи, фрукты в мытом состоянии дети употребляли. И, конечно же, обязательно следить за источником питьевого режима, обязательно пить воду, желательно кипяченую или уже бутылированную. Хочу сказать, что пандемия закончилась, казалось бы, люди должны понять, что самое главное в их руках – это остерегаться всех инфекционных болезней, придерживаться всех норм гигиены, придерживаться все гигиенические требования, которые надо неукоснительно выполнять. И тогда мы себя навооружим тем, чтобы не заболеть, не заразиться. Всем доброго здоровья, хорошего настроения.